Прилетание. Стоит спека днем до 35 градусов и только до ранницы, а в шестой године температура падает до 23, как снова начать расти. Сегодня я расскажу тебе про свое экипование для бегу летом. Но кроссовки во всех разные, в зависимости от разновидности бегу и индивидуальной механики. К тому кроссовки покину на ваше меркование и перейду в ишей. Майка и шорты функциональной тканины семейства полиэстеру не стремливают подобно балонянным тканинам вильгать и пот, а да помогают путкой его выпарать. Майка для бегу светлого колеру с раздымной маланкой. Мне так подавается лепш. Маланкой изручно регулировать теплообмен в залежности от температуры по ветру. Это для гэтэй спеки светло-блакитного колеру. Само то. Шорты мают маленькую кишеньку для ключов и носовки. Кали на шортах бывают звычайные глубокие кишени, то ими ты корыстаться не сможешь для бегу. Мобильник, ключи, альбо ауде, плеер, подчас бегу будут мощно бить по ногах. Бегче ты не сможешь. Ещё один важный элемент беговой экипировки для переноски воды, для питья. Я бутыльки с водой в руце не ношу. Для великих пробегов, особливо вгородший сезон, коли организм губляешь мат, двигаться с потом. Выкористовываю заплешник для двухлитрового гидратора. А еще есть разновидность гидраторов, что месяца пассовые суммцы. Но у меня такого нема. Оле есть для невеликих пробегов. Изручный пасс с набором двухсотграммовых бутылешек. Пасс изробленный с сетковатой эластичной тканины. На опасе есть две кишени для ключа у дробезей. Вельми зручная речь. Ну, что ещё? Кепка с брылью, воронец голову от солнца, а дождь в очи от воды. Ну и, как завсёды, солнечные окуляры. Вот такое экипирование. Для бегу, для зною, для спёки. Всё на сегодня. Не полохайся, спёки. Летом бегай. До наступных пробегов. Пакуй. До побочения. Продолжение следует... Продолжение следует...